все с добрым утром привет вы на канале хвостатое чудо мои собаки утром мы быстрее быстрее выходим гулять потому что я опаздываю по своим делам не надо срочно девочки в маникюр переделать этот ноготь не знаю почему от отвалилась середина все остальные хорошо а вот этот отвалилась надо сейчас будет поехать отремонтировать ноготь что стоим давайте гуляйте всю ночь у нас шумели самолеты я не выспалась вообще наверное весь город не выспался потому что всю ночь сигналили сигнализацию машин от очень громких звуков лилка бегал туда-сюда поэтому мы не выспавшись проспали время 10 я бегом 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 опять дождик был что-то они даже собаки сами спят видны еле-еле передвигаются девчули а девчули даже удивительно сегодня все спали все даже сын спал что это удивительно он очень рано встает маленькие дети то они принципе рано встают даже лежек со мной спал поддерживал меня записались на завтрак врачу на 4 часа вечера в среду юшку сводить чтобы корни подоставал и завтра отвезу анализы лилкина еще раз там повторно надо чтобы как он врач сказал надо два раза сдать анализы чтобы точно узнать что никакой заразы нету поэтому мы завтра еще раз даем анализы а вы задавайте свои вопросики под видео что я обязательно буду на них отвечать кто здесь кто делает мне такую бяку вот минсы попугаев что привет топочка свет вани зажгли да кто там накакулил кто это сделал а это его любимое место он все время здесь сидит ту-дуу эх у меня уже здесь больше какашек чем в самой клетке топ не знаешь кто это делает а кто это делает а ай-яй-яй-яй-яй подгузник одену ей богу ну не знаю какой сегодня получится вложек у меня очень много дел у меня сегодня работа и очень много чего обещала людям так что катаюсь везде и всюду зато наконец-то сегодня себе сделала ноготь все ноготок исправлен все теперь красиво можно выходить в свет как говорится чувствую себя человеком еще бы покрасить волосы но моя любимая прелюбимая парикмахер юленька она должна в августе родить и поэтому я жду пока она родит пройдет какое-то время она сможет заниматься дальше своей деятельностью пока к сожалению нельзя будет выходить вот такая вот ну вы надеюсь сейчас не буду показывать но вы видели что корни у меня уже отросли истинная собачка спит на коврике на обуви да юки да хорошо спать на кроссовках хорошо ты моя ты девочка моя красотулечка моя да моя ты красотулечка как же познакомить щенка с попугаем как как ребят тут в принципе секрета нету пока он маленький надо давать доступ к щенку и следить за попугаем чтобы он его не обижал если так постоянно контролировать дней десять я думаю хватит чтобы попугай знакомился подходил не только под вашим чутким контролем то есть отпускать попугая так чтобы вы были рядом и когда он подходит и начинает что-то делать не так пытается что-то грызть его отгонять я думаю за десять дней он должен уже будет ну даже не десять дней то есть и дальше продолжать сколько у нас заняло я даже не знаю сколько у нас правда заняло может быть это заняло и месяц просто мы все время отгоняли попугая и сейчас они просто дружат да и вообще попугая он как бы не обижает особо он просто сначала пробует на вкус шерсть ушки лапки коготки в итоге потом просто они дружат да 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 так что особо секрета здесь никакого нету и все просто да вкусная рука да очень вкусная то есть в тот момент когда собаки чувствую что ты сейчас начнешь очень вкусно готовить да юша я тут посижу немного вдруг перепадет что-нибудь так Мам, ты же мне дашь кусочек? Конечно, да. Ну, позовешь, ладно? Позову, Юйки, позову. Ну, я тут посижу, на всякий случай. Мы вернулись. Топов, вот скажи мне, мы вернулись на канал? Чтобы молчать? Неужели ты не хочешь порадовать своих подписчиков своими словечками? Топа, смотри мне в глаза. Что? Шапочку свою надул. Топ. Ну, расскажи что-нибудь, ну, пожалуйста. Скажи, топа, птичка. Топа, расскажите, пожалуйста. Как вы подружились с Юйки? Все сидела, целый день вспоминала. Как же так получилось, что они подружились? Наверное, тот вопрос меня заставил даже подумать. Именно про то, как познакомить щенка с попугаем, со взрослым. У нас же вышла какая ситуация. Я вспоминала, что и у нас Лила, когда первый раз родила щенят, у нас тогда был попугай. И когда Лила родила, этот попугай слетел к ним и не выходил оттуда. То есть сидел вместе со щенками и проводил там постоянно время. И поэтому он с щенками дружил. Они как братья ему были. В этом случае такая же ситуация. Другой, правда, попугай. Но ситуация та же. Лила начала рожать. Топа туда прилетел. И оттуда не уходил. И в итоге он сдружился со всеми щенками. Но да, я по первой помню, что он как-то интересовался, покусывал лапки их. То есть шерсть, ушки. А ушки же все было маленькое. И я его постоянно отгоняла, чтобы он их не трогал. Лила тоже пыталась его отгонять. Но у нее это не выходило. Пока она встанет, он уже пять раз улетит. Да, 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 да. В итоге просто, действительно, если вы будете принесли щенка домой и будете отгонять постоянно попугая, если он будет делать больно щенку, то я думаю, очень быстро он поймет, что его обижать нельзя. И более чем я уверена, что они подружатся. Потому что щенок его уже будет считать своим старшим братом. А попугай просто поймет, что с ним можно и поиграть, и обижать его смысла нет. Главное, и щенку давать понять, что нельзя кусать попугая, цеплять, бросаться. То есть все под контролем. Это сейчас я могу свободно оставить. Я знаю, что ничего не случится. И то переживаю. Это на протяжении семи месяцев я наблюдаю. А вот так вот, конечно, по-первых, надо обязательно. То есть топа я всегда закрывала. Не дай бог, что и как. Сейчас могу оставить. Но я опять же повторюсь, и то переживаю, мало ли что. Потому что попытки поймать топу были. И не раз его пытались поймать и ловили за хвост. И не только. Вот они сейчас даже могут сидеть, играть. И Юки как бы невзначай может взять и положить на него лапу. Она потихонечку, она маленькая. Это маленькая порода, не страшно. А большая собака, это вообще, конечно, страшно. Положить на него лапу, а тот даже взлететь не сможет. Она его не укусить, она ничего не хочет. Она его вылизывает. А топа ее кормит. Так что будьте аккуратны. То есть всегда надо следить. Да, топочка? Не знаю, можете посмотреть все видео, где щенки были маленькие. Там топа всегда был рядом. И там видно, что я его всегда гоняю и всегда говорю, что аккуратней. Отгоняйте попугая. Секрета-то в этом нет. Ну все, ты спишь, что ли? Вот. А то мне так неудобно. Слишком близко сидит. Вот он, красавец мой хороший. Топочка. Ну что ты отвернулся-то, а? Вот. Ну повернись. Спасибо. Совсем улетел. Я этого не просила. Вернись. Топ. Я все прощу. Вернись. Не хочет. Как хочешь. Я пока тут готовила он у меня. И кабачок пожевал. И помидорку. Помидорку можно только сам плод. Не ботву. Сейчас я ему вытащу абрикосик. И свеклу-листочек. Он уже то съел, я убрала. Достану ему новенький. Он будет очень рад. Вопрос к моим подписчикам. О. Вила. Я тебя не ожидала тут увидеть. Ну ладно. Вопрос отпадает. А вообще хотел спросить. Топа. Ой. Топа наблюдает за моими собаками. А вообще хотела спросить. Ребята, а вы заготавливаете на зиму своим пернатым фрукты, овощи, зелень? Замораживаете ли вы? Вот сейчас как раз начинается тот сезон. Вернее, он уже давно начался. Когда все спеет. Зелень и все остальное. Ягодки. Вы заморозили для своих пернатых? Или засушили? Скоро яблочки можно сушить. А прикосики можно подсушить. Лила, а вы заморозили себе продуктов на зиму, а? Не надо? Ну, Лили, конечно же. Ей только мясо заморозьте, косточек побольше. Да? Лилуха. Лилуха-клюха. Лилуха-клюха. Хорошая моя, красивая девочка. А ты что прячешься в ванной? Ты мне расскажи. Кто меня кусает? Юш, не надо меня кусать. Чуть-чуть сейчас покусается она мне. Лилу. Дай лапу. Дай лапу. Дай лапу. Молодец. Молодец. Хорошая собака. Хорошая собака. Что? Ты здесь? Ты точно здесь? Ну вот уже и вечер. День наш подошел к концу. День был очень длинным и насыщенным. Но завтра нас ожидает, видит ветврачу. И еще одно дело нам добавилось. Завтра мы покажем Юйке специалистам по шпицам. То есть человек, который занимается именно шпицами. И я послушаю, что она вообще скажет про Юйке. И вообще есть ли у нас шансы на выставках. И все остальное, все в этом роде. Вот. Фу. Ну а мне надо заканчивать влогов. Потому что все уже показано и сделано. А если вам понравилось, то ставьте лайк. Не забудьте подписаться и оставаться с нами. Ведь впереди будет не только полезно, но и интересно. И только для тебя. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok